Я побывала в саду Николая Петровича Шедрик, это Крикова, Молдова, увидела столько экзотических растений и, конечно, посмотрев на мои горящие глаза, Николай Петрович спросил Может вам подарить инжир? У меня есть фильм о том, как я сажала инжир, можете его посмотреть, тоже подаренный черенок от Николая Петровича Есть видео о хурме, есть видео о том, как я пересаживала подаренный саженец граната И вот теперь мне предстоит посадить в кашпо вот этот саженец инжира Супруг помог мне освободить от бывшей емкости, это было просто ведро И теперь я приступлю к посадке Я использую красивое кашпо, так как будет в доме находиться В этом кашпо уже есть дырки, это обязательное условие, иначе будет закисать На дно я выложила керамзит, вот остатки коровяка Можно любую другую, любое другое удобрение Это может быть и банановая кожура, и скорлупа, яиц В общем, все, что идет в отходы, даже картофельная шелуха, но ее лучше высушить И вот теперь мне необходимо померить, войдет ли этот куст инжира сюда В это кашпо, боже, какое тяжелое Как раз, даже чуть-чуть мне придется убрать сверху эту землю Оказался такой большой горшок Этот саженец рос в ведре на улице, но его, видимо, заносили все-таки в дом И мне вот надо убрать эту лобчатку гусиную, чтобы она у меня не распространилась дальше Тяжелый какой ком земли И вот эта трава мне не нужна Сегодня, 12 ноября И я вот произвожу перевалку Бетухи разрываются Это не наше, у нас нет хозяйства Только собачка осталась Одна собачка Лота уже ушла от нас Нету ее с нами И теперь вот Я обсыплю грунтом Но я воспользуюсь торфом, так как нет у меня заготовленного грунта Необходимо засыпать так, чтобы не было пустот Утрамбовывать хорошо Я использую торф, который мы купили для растений Для посадки комнатных цветов И для рассады Он легкий Обогащен минеральными удобрениями Он еще уляжется И поливать я не буду Потому как ком земли влажный Если внимательно приглядеться То вот есть почки Посмотрите В веточках есть почки И если я занесу в дом Там будет тепло Растение скоро проснется Вот так выглядит кашпо с инжиром И осталось его только занести в дом А уже когда он распустит листья Я вам покажу очередное видео Надеюсь, вам понравилась информация Сажайте экзотические растения Редактор субтитров А.Семкин